По понедельникам и вторникам, в полдень, на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Программа «Разворот» в прямом эфире. Добрый день, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего «Разворота» по удаленной видеосвязи, бывший премьер-министр Латвии, предприниматель Марис Гайлес. Здравствуйте, господин Гайлес. Добрый день. Телефоны прямого эфира, еще раз, 672-12-93-9. Вы можете позвонить, мы попытаемся найти время, чтобы выслушать ваш вопрос или комментарий. Господин Гайлес, ну понятно, что без темы коронавируса не обойтись, все сферы затрагивают, я думаю, что и вы ощущаете тем или иным образом то, что сейчас происходит, тот кризис, в который мы вошли, который мы переживаем. Самое последнее, конечно, это вчерашнее внезапное, достаточно неожиданное выступление господина Каринша, обращение его к жителям Латвии, без какой-то конкретики, но достаточно эмоционально. Какое у вас впечатление от и этой речи нашего премьер-министра, и, наверное, в целом от действий правительства тоже? Я думаю, что это нормальная речь, может быть, можно было чаще такие делать. Ну, особенно нового мне там не услышали. Ну, если премьер обращается, значит, дело серьезное, и должны постараться соблюдать вот те новые правила, которые установлены. К сожалению, не так хорошо у нас это получается. Но это мы все видим где-то в городе или в магазинах и так далее. Одна часть не понимает, что это важно, и всеми страдаем из-за этого. А вот эта часть не понимает, с вашей точки зрения, из-за чего? Это просто объяснять можно нашим, я не знаю, пресловутой ментальностью, культурой? Или недостаточно все-таки, не знаю, жесткие ограничения, недостаточно часто нам повторяют об этом? Почему, как вы думаете? Жесткие ограничения, может быть, но если их не соблюдает толку какого, я думаю, что можно было бы, может быть, пожежче контролировать, смотреть, что происходит. Я, например, в субботу зашел в магазин, и человек без маски тоже. Ну, я поднял голос, я сказал, что такое, вы сами неправильно делать, но самое главное, магазин же может потерпеть. Ну, это маленький магазин был, да, там несколько тысяч штрафов. Ну, как-то всем надо участвовать в этом и постараться соблюдать и привлекать тоже других к этому соблюдению этих правил. Как человек отреагировал, которому вы замечания сделали? Нормально, ушел, надел маску, вернулся. Может быть, он узнал вас, и ему стало стыдно? Ну, тоже верно, может быть, да, конечно. Один из самых чувствительных и болезненных моментов, конечно, экономические, потому что многие люди говорят, что мы были рады все соблюдать, но мы хотим как бы ответной взаимопомощи со стороны правительства, и вот все эти пособия, и другая какая-то помощь. Вы, как предприниматель в том числе, оцениваете то, как это было во время так называемой первой волны, то, что сейчас нам обещают и уже предоставляют. Как вам кажется, достаточно ли это, насколько справедлива эта помощь? Недостаточно и не особенно справедливо, и очень жаль, что как-то пропустили это лето. Это можно было все бы уже, даже имея в виду все бюрократические ограничения, можно было намного лучше подготовиться к второй волне, потому что разговор же шел, что будет вторая волна. То, что люди уже не могут работать, не зарабатывают, а до сих пор нет этих механизмов помощи, это очень плохо, недопустимо. Очень плохо. Но это может привести, скажем так, к каким-то, не знаю, ухудшению. То есть доверие к правительству, оно всегда у нас традиционное. Я думаю, еще с ваших времен я статистических данных привести не смогу, столь давних событий, 20-летней давности, но оно всегда традиционно очень на низком уровне. Это вложено уже в советское время, да, правительству никто не доверяет. Это все так, все время идет. Вы говорите, что за лето было время, чтобы что-то сделать, так за 30 лет тоже было время, чтобы это доверие как-то усили? Да, ну вот это, может быть, это какая-то ментальная особенность, трудно сказать. Ну, надо сказать, что и в других странах не особенно по-другому, как мы слышали. Ну, в любом случае, не так уж, чтобы совсем не доверяли. Я думаю, что больше ворчит, чем, ну, не слушает. В конце концов, довольно большая часть людей все-таки слушает, понимает. Ну, как мы знаем, есть популисты, которые продвигают другую тему, что это все чепуха и не надо никаких ограничений и так далее, и так далее. Ну, такие тоже есть, и некоторые слушают. Я тут был в компании, и как-то мы разговаривали насчет вакцины, и я сказал, как только будет вакцина доступна, я в том возрасте, что я буду там, скажем, в второй группе, да, после медицинских работников и там, кто занимается непосредственно какими-то работами, и что обязательно буду принимать вакцину. Все остальные сказали, нет-нет-нет, мы не будем. Вот это мне очень странно кажется. Амотивировали ничем, то есть они относятся к тем самым вот диссидентам? Даже, может быть, не диссидентам, но как-то не верят. Я эту гадость не буду себе, значит, позволять, чтобы эта гадость попала в гадость, не гадость. Но мы все знаем, что вакцина спасла миллионы людей от поламелита, черной оспи и так далее, и так далее. Это все забито, что ли? В марте, когда вот вы комментировали, была первая волна, вы сказали, что вот это время сейчас, которое мы переживаем, это время возможностей. И, понятно, справедливо, любой кризис, любые изменения кардинальные всегда предоставляют кому-то возможность. Как вы думаете, уже успел кто-то эту возможность использовать? И кто в первую очередь претендует на вот успех в условиях кризиса? Ну, я думаю, все дотком-компании, в конце концов, если они правильно среагировали, кто, можно очень легко сказать, кто точно пострадал, это все, которые занимаются гостеприимством, да, и рестораны, и отели, им очень плохо, и они должны получить помощь, ну, вся travel industry, это все всем, всем плохо, но, ну, трудно сказать, я понимаю, если соблюдаются вот эти правила, и тогда строители нормально работают, моя компания тоже до сих пор, ну, не потерпела, есть работа, люди приходят, слава богу, пока никто не заболел. Ну, то есть, я думаю, что есть компании, которые преуспели в это время. Кстати говоря, о travel industry, которую вы упомянули, вы тоже известный путешественник, это общеизвестный факт, что вы совершили кругосветное путешествие, для вас эти ограничения на таком более психологическом уровне тяжелы, сложны, вот, и что сложнее всего, отсутствие путешествий, отсутствие, я не знаю, концертов, спорта, какой-то культуры, или нормально? Да, это много, много пропало, пропали возможности, билеты, для меня, я предусмотрел поехать в Грецию, ну, на парусе походить, в Средиземное море, и решили с женой все-таки отложить, но не рисковать, хотя можно было, да, я говорю, и яхта была, и все. Потом прекрасные концерты, Веналь, Венеции пропало, как мы знаем, много вещей пропало, но это все чепуха. Что делать? Надо подождать, надо дождаться вакцины, и я думаю, что в следующем году уже все опять вернется. Я особо не переживаю. Я могу читать, есть интернет, есть кино, есть сериалы, да, которые сейчас развиваются очень-очень усердно. Вчера начали с женой смотреть новый сериал «Агентура», нового театра, по-моему, хороший, и так далее. Так что есть чем заняться. Но вот, тем не менее, есть такое мнение, что по людям бьет в большей степени даже не, ну, конечно, экономика, понятно, деньги, средства к существованию, но и психологический момент. Вот мы сейчас вступили в самое темное время года. Праздников у нас, как уже было объявлено, не будет. Сегодня стало известно, что базарчиков на Домской площади, например, тоже не будет. Вот в людей вот это может вгонять, именно психологическую, эмоциональную какую-то депрессию. Насколько это вам кажется опасным? Или все-таки не так? Да, это может случиться, конечно. Вообще-то, находиться в замкнутом пространстве, где нет вот этих разных возбудителей, в хорошем смысле этого слова, это опасно. Когда мы были на яхте, мы тоже встречались с этим, когда ты четыре недели в океане, маленькой кампанией, можно с ума сойти. Надо как-то думать специалистам, как с этим работать. Ну, конечно, все-таки есть все возможности, что представляет интернет. Это все-таки немножко по-другому, чем, скажем, прошлые времена. Бывший премьер-министр Латвий Марис Гайлос у нас на прямой видеосвязи. Но вот, тем не менее, мы видим, что в странах Западной Европы люди более радикально настроены. В Франции, в Германии проходят даже столкновения с полицией. Такие достаточно жестокие сцены там наблюдаются. А в Латвии такого нет. Это традиционно такого нет. В принципе, опять же, вопрос про какую-то культуру. Возможно ли это у нас? Вот 13 января очередная годовщина подбирается уже не за горами. Как вам кажется? Я все-таки думаю, что у нас этого не будет. Потому что мы довольно смиренный народ. Все, и русские, и другие национальности, кто здесь живет все-таки, ну, мы не такие буйные, как французы. Французы и французы. Мы же знаем, да? Это народ релационеров. И у нас пятый год давным прошел. Я не думаю, что такое произойдет. Но нет ли в этом все-таки отрицательной стороны тоже? Потому что сколько мы уже наблюдаем эпопеи с учителями, медиками и кем только не. То есть сейчас вот маникюрчики стали в авангарде революционного, можно сказать, движения и педикюрчики. Я думаю, что можно добыться тоже более смирными путями. Не надо обязательно буянить, идти на улицу. Хотя, если это как-то может, не знаю, разнообразить вот это нутное существование, может быть, и можно выйти. Но я это просто как шутку говорю. Я не верю. Ну, просто мы не такие. Мы больше северные люди, они более смиренные. Ну, а мирными способами более вы имеете в виду это вот Манабал Селвесбур подписей. Тоже хорошо, да, это можно делать. Ну, вы же знаете, что, в принципе, свою агрессию, тем, у которых внутри это есть, люди выплескивают в соцсетях. Там же пишется, черт знает что. И необоснованно, и глупо, и очень злобно. Ну, может быть, это хороший путь, каким образом выплеснуть вот свою злобу. Не надо идти на улицу. Притом люди тоже, как вы знаете, довольно ленивые. Ну, да. Хорошо. Все-таки, наверное, по политическим вопросам тоже хотелось бы вас спросить нескольким. То, что сейчас происходит в правительстве, вот, например, два таких случая. Это высказывание нашего нынешнего премьер-министра господина Каринша в интервью журналу ИР по поводу госпожи Винкела. Это спровоцировало целую череду событий вплоть до отставки министра Пуца. Ну, вот так это аукнулось, потому что все это так вот было завязано каким-то одним узлом. Вот насколько это важно, скажем так, чтобы правительство сейчас было объединенным, вот таким вот единым, не было никаких правительственных кризисов и так далее. Или какие-то разногласия и, не знаю, дискуссии. Это тоже нормально и всегда было. Всегда было, и это нормально. Но я считаю, что во время кризисов надо хотя бы правительством быть стабильным, потому что все вокруг нестабильно. Если упадет правительство, это еще хуже сделается. Это абсолютно нам не надо. То, что иногда меняются министры, бывает, да. Вот Пуца, по-моему, правильно сделал, что он пошел в отставку. Таким образом, он как-то, ну, перестартовался, я так думаю, и сможет опять через какое-то время, ну, я думаю, через выборы. Это посмотрим, как будет в следующих выборах. И он же молодой. Это все бывает. Если человек признает свою вину, это обычно работает. Что касается министра здравоохранения, ну, я не знаю, я думаю, что она делает все, что может. Да, она довольно такая резкая, своих высказаний, как мы знаем, это многим действует на нервы. Ну, по-моему, она свою работу делает. Так что хуже, лучше, но что мы же можем посмотреть, что происходит в других странах, за границей. Разве там намного лучше? Ну, все те же самые проблемы. Может быть, в многих местах намного хуже. Мы же знаем, что уровень заболеваемости здесь, ну, не самый плохой, да, если там сравнить Словакию, кажется, да, где было 10 раз больше. И в той же Литве намного хуже, чем у нас, да, там пару тысяч, у нас 500. Так что будем терпеливы и будем следить за этими всеми требованиями, правилами и дождемся, значит, улучшения ситуации. Но самое главное, дождемся вакцины. Я думаю, что вакцина решит проблему. А вот этот случай с Пуцей, с этой парковкой, да, злосчастной, поглядываясь назад тоже, когда вы были активным политиком, вот назовем это так, как коррупция light, да, ну, это не полноценная коррупция, ну, привычное... Ну, да, но это даже никакая коррупция, это просто, ну, не особо натическое поступок. Ну, употребление своим должностным... Ну, да, да. Насколько это, например, было распространено раньше в ваше время? Как вы видите, насколько это... Вот это, опять же, культура, она меняется в лучшую сторону? Или в политике... Она меняется. Раньше не было таких требований, таких установок. Я, например, считаю, что это только нормально, если шофер с твоей служебной машиной увозит детей в детский сад, да, где в какой-то стране только что... А, это в Эстонии, да, где министр, мать, маленькие дети, маленькие дети, и шофер отвез детей в детский сад, и, значит, из-за этого ей надо было демиссировать. По-моему, это преувеличено. Это... Не думаю, что это правильно, потому что эта женщина отдает все свое время своему народу, работая министром, да. Но такие установки есть, что так нельзя, значит, так и есть. В мое время это не было проблемой, никто не смотрел. Я тоже на своей служебной машине, скажем, свое время давно поехал в воскресенье, значит, в Гайзенкаунс на лыжи, да, и это не было проблемой. Ну, все меняется, это 25 лет назад было, да, так что сейчас другие правила, другие установки. Интересно. Вот вы упомянули популистов, тут сложно их, конечно, не заметить, в связи с ковид, у нас в Латвии тоже звучат такие, такие, скажем так, комментарии на политическом уровне. Есть, например, господин Гобземс, да, и, как мы видим по его уличным акциям, у него достаточно сторонников. А если заглянуть немножко в будущее, вот, конечно, сложно здесь что-то прогнозировать, кому в большей степени на руку и кто в итоге выйдет победителем, там, не знаю, посмеется последним, вот, после всей этой ковид-истории, как вам кажется, это все-таки популистические силы или такие умеренные, прагматичные, как мы наблюдаем вот сейчас, кто у власти? Потому что один популистский такой, популистскую волну мы уже наблюдали с одними выборами, когда, собственно, КПВ и ЛВ пришли, очень хороший показатель, хорошие результаты они показали на выборах, потом люди в них разочаровались. Ну, в общем, вот как вам кажется, эта история что принесет? Какие настроения? Я думаю, что, наверное, более умеренные силы на следующих выборах выиграют. Конечно, очень трудно прогнозировать, как закончится ковид, как этот кризис закончится, когда, в следующем году, или еще потянется, кто знает. Но я думаю, что Гобзем своими такими истерическими действиями может как-то завлечь ну, только самую, ну, такую странную часть нашего народа, да? Такие есть и всегда будет. Ну, что делать с ними? Ну, не хватает такта, не хватает образованности, не хватает здравого смысла. Такие люди всегда будут. Притом, если посмотреть иногда, я смотрю, откуда они, да? Какое образование? Ну, те, которые кричат с ними, я думаю, кричат в Фейсбуке, да? Смотрю, кто же это такие? Одна часть просто живет там за границей, собирает грибы. И есть какие-то странные, довольно молодые люди без опыта, которым как-то нравится быть этими реоценерами. Такие всегда будут. Всегда. И это, если это молодые люди, молодые люди, ну да, ну пусть пройдет, образуется. Не думаю, что он получит очень много. То, что он может быть, может перейти вот эту границу 5%, такое может быть. Ну, будет еще одна новая партия популистов, следующая сайми в оппозиции. Уверен. Хорошо. Еще один вопрос. Тема, которую тоже хотелось бы ваше мнение услышать. И сейчас она вот развивается в таком немножко тоже скандальном ключе. Это увеличение зарплат государственных чиновников. Вот сначала, значит, президент сказал, что не нужно увеличивать на фоне кризиса зарплаты госчиновникам. Ну, по-моему, здравый смысл даже говорит об этом, что сейчас не время, можно уж, не знаю, потерпеть как-то чуть-чуть. Это увеличение там не играет такой существенной роли. Но есть такое ощущение, что вот правительство, оно как бы, это такая вот тот пункт, на который они пойти не могут. Нужно увеличить, несмотря ни на что. Тут вспоминается даже вот в недавнем прошлом, когда госпожа Страугим, если вы помните, прилетела из Китая и выяснилось, что увеличили зарплаты. Она сказала, что я не знала. В общем, в итоге она ушла в отставку тогда. И вот это какой-то проблемный момент всегда с увеличением зарплат чиновников. Почему вам кажется это так? Почему нельзя просто сейчас сказать, нет, подождем, через год два, если взять так политически, как это выглядит, я бы тоже сказал, отложим, или, скажем, принять решение, что увеличивается, ну, согласно там какому-то алгоритму, но перенесем это время, скажем, через год. И тогда это было бы как-то застоплено, и через год не надо было поднимать этого вопроса, и это все бы забыли, и зарплаты бы были подняты. Зарплата министров и там премьера, и президента привязана к этой, наверное, или к средней, или к минимальной зарплате, это просто формула. И то, что президент страны не просил зарплаты увеличить, и так далее, это просто так. Ну, журналистам это показалось так интересно и красиво поднять, как будто он там что-то требовал. Он ничего не требовал. Это просто Минфин решает, исходя из закона, который принят еще год или два года, или три, я не знаю точно, назад. Просто ихними советниками Левитта надо было немножко быстрее среагировать и отказаться. Они это сделали, ну, через какое-то время. Я думаю, что правительство было бы правильнее последовать примеру президента страны. Хотя зарплаты, зарплаты не очень большие. Это все нормально, что министр и премьер должен нормально получать. Это только нормально. Ну, не момент, скажем так. А вообще, если говорить о господине Левитте, очень многие сейчас говорят о том, что он чрезвычайно пассивен. И даже вчерашнее выступление Каринша, казалось бы, это вот роль, которую часто выполняет президент. Мотивирующий, эмоциональный посыл, выступление там по телевидению для общества и так далее. Он в этом смысле как-то не противостоит тому, что происходит. Ну, в общем, он как-то немножко изолировался. Вот, согласно трендам как раз к коронавирусным. Как вам кажется, как оцениваете роль президента, ну и в целом его тоже деятельность, его работу в этом посту? Ну, во-первых, ну, посмотрим на Германию. У нас точно такой же конституции, как в Германии. Кого мы знаем в Германии? Меркель, да? Она премьер-министр, ну, канцлер. А президент он имеет свои функции и он, наверное, прекрасно эти функции выполняет. Но в парламентарской стране всеми делами заведует правительство во главе с премьер-министром. Это все абсолютно дело премьера. То, что предыдущие президенты хотели, значит, и старались как будто больше брать эту власть. Такое было, хотя по конституции этого просто нет. Притом в сатверстме написано, что президент не политическое лицо, просто не политическое. Президент подписывает только исключительные документы. Он не имеет права ни один экзекутив документ подписывать. подписатель всегда есть или министр или премьер-министр. сатверстмин написано. А Левиц он просто считает, что вот этим примером он показывает, как устроена наша страна. Она парламентарская республика. То, что он может быть и мог бы что-то сказать. Наверное, что он и будет делать, но он ведет себя так, как есть дух нашей Конституции. Ну, тут сразу несколько контраргументов я хотел бы привести. Во-первых, вы, конечно, привели Германию. Германия – это особый случай. Можно вспомнить, сколько госпожа Меркель вообще находится у власти в этой стране, является канцлером. Это, конечно, такая отдельная история. А если посмотреть, например, на Эстонию и Литву, ближайших наших соседей, и вспомнить в недавнем прошлом госпожу Грибаускайта и в нынешнем Керсти Кальюлайт, которая поехала практически самостоятельно в Россию, например, чего многие не одобряли, очень поступила самостоятельно. А господин Левец, вступая в должность, заявил, что он хочет быть народным президентом. И вот тогда вопрос, а в чем, ну, следуя вашим словам, в чем вообще тогда его в Латвии, если он вот просто декоративное лицо? И в чем тогда его народность появляется? Я не говорил, что он декоративное лицо. У него, он глава страны, у него свои обязанности. Но в повседневных делах ему участвовать, наверное, не надо. Но он и может, если хочет. Мне трудно сказать, как он это решает. Ну да, но людям кажется, у нас, ну, наверное, носталгия по Ульманису, который был абсолютно другим руководителем страны. Он был президентом. И тогда, после разгона нашего парламента, это была президентская власть. Только президент руководил всем. У нас есть это все по-другому. Но, например, в Эстонии и Литве президент выбирает другим способом, как мы знаем. Так что у них, например, в Литве у президента больше власти, чем, и у него больше функций, чем президент Латвии. Просто там конституция отличная, другая. А, кстати, как показывают, даже, по-моему, и проводились опросы различные. Вот что касается Карлиса Улманиса, общество Латвии как бы симпатизирует и ностальгирует в определенной степени по Карлису Улманису. Вам не кажется это насколько-нибудь противоречивым? Потому что, действительно, ведь речь идет о практически диктаторском режиме, перевороте. в основном, люди вообще ностальгируют по сильной руке. Мы знаем, но так это есть. Хочется этого отца, который, значит, будет думать за тебя. Ну, как в советское время, как в президентские страны. Ну, так оно и есть. Но не все. это не демократия в этом смысле, как мы бы хотели. Ну, опять, я не говорю, что я представляю большинство, но, в всяком случае, я думаю, что в данный момент самая лучшая форма правления это парламентарская республика. Где у президента не очень много власти. Еще, если говорить на такие вот общие исторические, философские, может быть, темы, приходилось слышать мнение, что в настоящее время государственные деятели, вообще даже такая формулировка уже редко применяется, они измельчали, вот нету и на общемировом каком-то политической арене, и в Латвии в частности, нет Черчилля, скажем так, Деголий, Тэтчер и так далее. Вы согласны с этим? Или это все-таки вот этот синдром раньше трава была зеленей? Я согласен, я думаю, такие сильные личности не так часто появляются. Ну, к сожалению, я тоже не вижу вот такую, может быть, где-то растет и появится, да. Конечно, мог бы быть какая-то сильная личность в правлении, да. Ну, что делать, как есть, так есть. Такие, вы упомянули, Тэтчер, Дегол, такие же тоже очень редко. Если посмотреть, скажем, Великобританию, ну, сколько из премьеров мы вспоминаем, да? Ну, пожалуй. Мне даже трудно сказать, да, кого там еще назвать. Ну, Черчилл, да, Черчилл, Тэтчер. Ну, Тераза Мэй тоже была очень харизматичным лидером. Да. Своего рода. А про Бориса Джонсона и говорить нечего. Ну, еще про вот такие зарубежные, в то же время касающиеся нашей страны вопросы. Хотелось бы услышать ваше мнение, в частности, то, что происходит сейчас в соседней Беларуси. Кстати говоря, правда ли, что вы служили там? Да, да, два года. И я президента, их бывшего, скажем, видел. Я когда был премьером, я был в официальном визите в Минске, тогда мы встретились. А от службы какие у вас воспоминания? Самые приятные. Я был танкистом, сержант на школе и всегда там старался как-то крутиться, вспомнил, что я в скрипку играю, тогда я был в оркестре дивизии, играл в скрипку, потом был в спортбате какой-то полгода по спортивному ориентированию, а потом уже последние полгода, когда ты так называемый старик, да, тогда легко служить. Так что у меня хорошее и нормальное воспоминание об армии. Ну, а то, что сейчас происходит, насколько вы следите, насколько вас вообще беспокоит это, ну и действия, конечно, нашей страны, мы одними из первых приняли жесткие, приняли жесткие меры, санкции и прочее, вот как-то так стали действовать однозначно, не пытались, не смотрели. Мы же видим, что происходит в телевидении, это же ужас, что делается, да, и я думаю, что надо всеми силами стараться, чтобы там поменялось, чтобы были новые, ну, честные выборы, и тогда ясно, что там кто-то другой пришел бы к власти, потому что народу точно надоело это все, это ужас, как там бьет людей и так далее. Я думаю, что наше правительство совершенно правильно поступило. У вас есть мнение по поводу того, как нужно поступить в чемпионатах мира по хоккею? Уже очень разные мнения можно услышать, проводить, не проводить, частично, чуть ли не с Москвы, проводить Латвии и где-то еще в соседней стране, но не с Белоруссией. А если это будет? Ну, если такого не будет, ну, не знаю, тогда будет плохо. Я не специалист в этом, но я был бы рад, если бы в Латвии проходил этот чемпионат. Только надо, недостаточно холлов, залов, да, надо найти еще какие-то возможности. Ну, нужно, если только еще один холл построить, мы, понятно, не успеем. Вот начали звучать предложение сделать с Москвой. И тут многие тоже смеются, говорят, что с Минском не согласны, а с Москвой то уж. А почему с Москвой нельзя было бы? Ну, тоже не самые дружественные отношения. Ну, да, но это совершенно что-то другое. Мы не признаем, значит, избранного президента, тут никаких проблем нет с Путиным. Нет, Москва бы прекрасно подошла бы. Хорошо. Еще один такой чувствительный болезненный вопрос, который не так часто поднимается, как следовало бы, наверное, это демография в Латвии. Проблема, в первую очередь, эмиграции и рождаемости. Она сопровождает, значит, нашу страну уже как минимум лет 15, да, ну, вот шенгена. И если посмотреть на цифры, то это очень вообще такая удручающая ситуация. Мы теряем постоянно, население уменьшается. На этом фоне все остальные проблемы оказываются, ну, зачем о них вообще-то думать, потому что людей становится меньше. Вы как эту ситуацию видите? С этим можно что-то сделать? С этим что-то делается? Да, есть хорошие примеры, как делается в других странах. Эстония тоже улучшила свои показатели, потому что внедрила разные меры, ну, которые способствуют рождаемостью и помогают семьям. Ну, например, той же Венгрии. Там есть общинная программа, и они существенно подняли рождаемость. Ну, например, пособие бабушкам. Скажем, молодые люди хотят идти работать и можно платить и помочь. то есть, там есть какие-то деньги, которые платятся бабушкам, дедушкам, которые займются своими внуками. Что-то такое, ну, это, конечно, вопрос хорошо продуманной политики и, конечно, в деньгах. Там надо больше денег, там надо больше денег, надо больше пособий и так далее, и так далее. И тогда люди я помню, у меня за игой трое детей, да, было три, это многодетные семьи, в то время была нехватка всего, когда третий ребенок, можно было получить какую-то пищу, мы называли магазин инвалидов, да, отечественные войны, были такие магазины. Это тоже стимул, значит, думать о третьем ребенке, какие-то, но это, в принципе, для советского времени это была существенная льгота, да, сейчас, конечно, магазины полны всякими вещами, денег надо, тогда деньги были, а ты купить нельзя, ну, купить нельзя было что-то, да, вот, вот, такие моменты способствовали бы улучшению рождаемости. хорошо, подзанавис на более приятные для вас темы, я думаю, уже не совсем политические, хотя отчасти они тоже не совсем радостные, это книга о Жанне Силипке, которая в начале ноября, как я понимаю, вышла на английском языке, и сейчас анонсирован русский перевод. Русский закон, сейчас, когда идет последняя подготовка текста, я думаю, что мы или в конце года вы сдадим на русском или в начале следующего. А насколько вот, ну, латышская версия понятна, наверняка она была весьма успешна, но вот насчет английского и русского тоже ожидается, ну, не знаю, если не ажиотаж, то, по крайней мере, большое внимание. Ну, вы знаете, что в основном текст о том, как Жанна Слепке с женой, ну, семьей и своими помощниками спасал людей во время войны, он был написан Давидом Зилберманом. Это тоже влегло в основу нашей книги, мы просто дополнили, как мы делали музей, и, конечно, за эти годы мы нашли еще другие воспоминания, которые мы добавили к этой книге, и много разных других материалов, то есть результат исследований музей тоже занимается научной работой, свою тему разрабатывает. Но вот эта книга никакой там не ожидается, просто книги на всех трех языках нам просто нужны. Приходят посетители, ну, этот год исключений, ну, скажем, с каждым годом росло до этого года, да, и они кто заинтересуется этой темой, хочет еще что почитать. Вот для чего нам нужны эти книги. И сейчас, то есть на двух языках есть, надо на русском. Будет. Понравился ли вам фильм Отец Ночь, который вышел, кажется, год назад, или когда это было о Жене Селибтик? Даже, наверное, два будет. Понравился, да, я думаю, это хороший фильм, это никакой не шедевр, как кино, искусство, но это хороший фильм, который рассказывает очень важный рассказ, и он очень познавательный, и этот фильм должны видеть наше молодое поколение, все дети должны видеть. Хорошо, что это сейчас уже вышло ДВД, можно иметь дома, посмотреть, так что очень нужный фильм. Сегодня еще как раз годовщина массового расстрела в Румбуле, и в этой связи тоже хотелось бы спросить, обоглядываясь в историю, насколько вся эта тема, тема и войны, и расстрела, в частности, Холокоста, переосмыслена до конца и как-то пережита в Латвии. Вот мне вспоминается, в частности, как пару лет, ну, уже, наверное, не пару, а несколько лет назад в Литве выходила книгу, вы наверняка помните, о Руте Ванагайте, она написала книгу об участии литовцев в этих страшных событиях, она вызвала огромный скандал, массу недовольства, вот в нашей стране что-то такое возможно или это и не нужно? Видите, она подняла вопрос, но она нечетко это все описала, там было очень много, мягко говоря, неточностей, да, то есть, но она как-то переборщила. Иногда это годится, чтобы вопрос поднять, но у нас, в принципе, вопрос Холокауста был совсем не тронут, и латыши просто стеснялись этой темы, не хотели об этом говорить, ну, просто это было, и кто-то там был виноват, и не хотели, и мы поднимаем этот вопрос как раз музеи, и создавая музей Липке, мы подняли этот вопрос, и в принципе он сейчас в повестке дня, в том смысле, что я думаю, что меньше людей стесняется просто вспоминать это, да, какой ужас, какой ужас был, и очень важно, что это сделали мы, это латышский музей, мы рассказываем о латыше, Жанисе, ну, и, конечно, там еще друзья, потому что если только это говорили бы евреи в своем музее, да, это, ну, не подействовало таким образом, как это, если мы сами говорим о своих больных вещах, да, которые когда-то, по-моему, четыре года назад Лолита Томпсон, он директор музея, да, начал эту прекрасную традицию как раз вот этот день 30 ноября зажигать свечи о памятнике свободы, которое, ну, святое место для нашего народа, и это таким образом приобщая и поднимая еще раз вопрос, что то, что случилось, это была трагедия не только для еврейского народа, для всего латышского народа, для всех жителей Латвии, да, это важно. Я думаю, что вот такими действиями мы воспитываем молодых, или, во всяком случае, стараемся воспитывать молодые поколения, что надо о разных темах и тяжелых темах разговаривать. Мне еще вспомнилось тоже, наверное, спрошу вас тогда вся эта эпопея с Гербертом Цукрусом, которая сейчас стала тише звучать, а вот тоже лет пять назад и спектакль, если не ошибаюсь, выходил, и вообще вся эта тема героизации или наоборот антигероизации, как вы на это смотрите? Ну, свободная страна хочет делать, музыкал делает, Это должна быть генеральная позиция. Да, ну, я, например, считаю, что раз он участвовал, он не может быть никогда никаким героем, стрелял сам, не стрелял, но он подвозил убийц, и он подвозил, ну, то есть, мы знаем, он руководил автоцехом, или как это там называется, да, он участвовал в этой бригаде Арайса, этого достаточно, чтобы, в принципе, были бестерты, все его прекрасные героические дела, ну, когда он полетел там в Гамбию, и в Японию, и так далее, что делать? Ну, то, что о нем что-то пишет, ну, пишет, да, как я говорю, страна свободная, ну, можно писать, можно все это рассказывать, но нельзя забывать, чем это все закончилось, да? господин Гайлис, буквально минута у нас остается, вот еще один проект, может быть, коротко вы можете рассказать, к которому вы непосредственно имеете отношение, это реставрация зала Вагнера, тоже очень давно мы уже об этом читаем, и никак не дождемся, чтобы там процесс как-то уже стартовал, или, по крайней мере, вышел на какой-то видимый этап, дела с этим залом. Сейчас выглядит довольно хорошо, но зал, это мало сказать, зал, это то, что было на третьем этаже, но план есть вернуть театр, построить обратно, какой он был во время Вагнера, и создать музей Вагнера, вообще реставрировать весь этот большой дом, 5000 квадратных метров. Сайм передал этот дом нашему обществу, обществу Рихарда Вагнера, и сейчас нам надо просто больше 30 миллионов найти, чтобы это построить. Буджетный комитет Бундестага прошлую пятницу одобрил ассигнацию 5,2 миллиона этому проекту, что очень прекрасная новость. Конечно, еще, по-моему, пятницу будет заседание Бундестага, который будет голосовать за бюджет, тогда, это еще не сказано, 100%, но 99,9 есть, потому что бюджетный комитет одобряет, и потом это уже идет на формальное голосование. Я надеюсь, что я, я должен искать еще денег, потому что 5,2 недостаточно, мне надо еще найти. Но с этим сигналом из Берлина будет легче найти частных помощников той же Германии. Ну и, конечно, мы рассчитываем на европейские фонды и, конечно, на этот финансовый инструмент климата, потому что ну там, ну все, что можно, то есть с мира по ниточке, да, как говорится, да, таким образом будем это строить. Но сейчас пока все двигается хорошо. Спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Бывший премьер-министр Латвии Марис Гайлес был у нас сегодня в развороте. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok